Сегодня будем говорить о боте от Azure, Azure Chatbot. Как его можно создавать, как использовать. Его можно найти в приложениях Azure как WebAppBot. Можно создать, тоже довольно все просто создается. Вот тут можно выбрать на каком языке будет код после всех вот этих заполнений, то создается бот. Сразу после создания мы можем скачать source-код. То есть мы просто создали его и уже есть шаблон бота. Вначале он почти ничего не делает. Текущий шаблон, который предоставляет Azure, то просто эхо-бот. Ты пишешь там ABC, он тебе возвращает ABC. Имея уже код, то можно уже что-то там написать. Кстати, T-Sharp код, то сейчас уже на .NET Core. Был на .NET Core, сейчас уже на .NET 5. Уже. Но можно и на .NET Core. Да, если мы начали говорить о подключении к CRM, получается, надо добавить тут другой пэкэдж для подключения. Вот, Dataverse Client. Интересно, что он многое время был альфа-версия, а сейчас уже релиз. Вот тут не пишет дата, когда она поменялась. И уже с версии 4, то уже релиз, оно немножко перенавались. Вот Namespace был такой, стал другой, но в принципе то же самое. То есть уже смело можно писать и на .NET Core или на .NET 5. Подключение делается то же самое, то есть создается подключение то же самое, как мы делали подключение на все обычные SDK CRM. Возвращается тоже Service Client. Давайте пройдемся еще немножко по самому боту. Тут у нас есть кнопка для скачивания, которая очень полезная. Но это получается первый раз. Ты скачал source-код, уже дальше его меняешь код. Сразу тоже можно тестировать этот бот. Тут уже что-то он делает. Есть еще и каналы, где это получается, где можно внедрить этот бот. По умолчанию есть веб-чат, веб-чат это в браузере. У нас была, в чем идея, это прототип, добавить этот Azure Chatbot в Teams. И твой бот, чтобы выдавал информацию из CRM. Получается, у клиента пользователи пользуются Microsoft Teams. И чтобы повысить юзабилити CRM, то мы подумали, что хорошая идея добавить какой-то бот, который при какого-то запроса, то наш бот выдавал информацию, плюс кнопкой просмотра в CRM. Если нажимаем, то нас сразу предлагает открыть его в Teams. Тут у меня уже, конечно, конверсация какая-то есть. Она сохраняется. Сейчас я сделал так, что основная менюшка показывается на какие-то определенные слова, типа help или hi. Вот обратите внимание, в Teams оно выглядит немножко по-другому, эти кнопки. Тут пару кнопочек. Получается, клиент может опросить какую-то информацию о компании или какая-то информация о сделке, или свои комиссии, или свои встречи, или payment info, когда были там... Мы так подумали несколько сценариев, что интересовало бы брокера. Так, для этих четырех, то пока что не подумали реальный кейс, как выводить и что выводить. Поэтому просто я пока что вывел какой-то стандартный текст для каждой кнопки. Там payment, что-то такое. Вот. Но в принципе это вот можно продолжить. Вот как будет дальше. Допустим, нас интересует... Вот мы немножко лучше обработали company info. При нажатии на кнопки company info, то нам возвращает карточку, где предлагает идти имя компании. То нам выдает информацию о компании. Обратите внимание, тут оно называется вообще-то побольше, но оно ищет... Есть у нас данного клиента там какой-то умный поиск. Получается какая-то информация о компании, плюс возможность просмотра ее в ЦРМе. Ну, полностью открылась карточка. В принципе, можно вот так, допустим, открыть не только запись, а допустим, для payment, то можно открыть какой-то отчет. Для payment, то можно открыть, я не знаю, Outlook как-то. Тут URL, сам URL уже мы его подстраиваем в кнопку. И также у нас и по сделке. Есть лепка и сделка. Тут тоже вот эти все, весь текст, то там есть... Это получается Adaptive Card. Тут можно играться стилями, с цветами и так далее. Вот после программирования, скажем так, то оно просто... ты делаешь паблиш бота и оно идет обратно на озер.